Доброго здоровья! С вами снова я и загадочная встреча, произошедшая не со мной. Случилась эта странная история летом 2005 года. На то время я закончил первый курс Киевского политеха и приехал домой к родителям на летние каникулы отдохнуть и помочь в ремонте дома. Городок на Черниговщине, в котором я родился, совсем маленький. Население не более трёх тысяч. Нет в нём ни высотных зданий, ни широких проспектов. В общем, с виду обычное большое украинское село. Шла вторая половина июля. Стояли знойные жаркие дни и ласковые тёплые ночи. Кто же будет спать в такое время, когда душа поёт, а в венах бурлит молодая кровь? Конечно же, ночи напролёт вся молодёжь проводила на местной дискотеке, в кафе или просто собираясь на посиделки в парке на скамейках. И вот в одну из таких ночей, после весёлых гуляний, жарких поцелуев и страстных объятий девушки, я возвращался домой. Хочу сразу заметить, что девушка, с которой я на то время встречался, не переносила, когда я пил. Даже после банки пива она могла целый вечер дуть губки и не разговаривать. Поэтому в ту ночь я возвращался полностью трезвый, разве что слегка опьянённый поцелуями. Помню, как посмотрел на часы, они показывали 3.15 утра. На улице уже потихоньку начинались предрассветные сумерки. И вот я повернул на свою улицу. Домой оставалось не более двухсот метров. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что впереди, метров за сто, что-то слегка белеет. Первая мысль — бетонный столб электроэнергии, который у нас принято покрывать известью. Где-то на человеческий рост. Продолжаю идти в том же темпе и вдруг понимаю, что с сумерок белое пятно начинает вырисовываться в человеческую фигуру. В тот момент ещё подумал, что, может, парочка какая решила уединиться на скамейке. Но с каждым шагом в душе росла какая-то жутковатая тревога. Пространство вокруг вдруг начало сгущаться и стало каким-то кисельным. Не отрывая взгляда от пятна, я всё ближе и ближе, будто подплывал к ней. Непонятно, почему меня охватил какой-то непреодолимый интерес к этой белой фигуре. И чем ближе, тем она приобретала всё более конкретную форму. Это было невероятно высокое и довольно тощие подобие человека в белом балахоне, сидевшее на скамейке. В руке оно держало что-то похожее на трость, с которой обычно ходят люди в возрасте. В какой-то миг я не мог поверить, что это что-то сверхъестественное. Думал, что кто-то просто пугает прохожих. Приблизившись практически вплотную, я слегка пригнулся и попытался посмотреть в лицо. Но не было ни лица, ни глаз. Была только глубокая, ужасная, безграничная, холодная тьма. Но она меня видела. Я ощутил на себе холодный, обмораживающий взгляд и застыл в ужасе. Мой крик застрял глубоко в глотке. Было такое чувство, будто я смотрел в эту тьму, целую вечность. Но вдруг кисельное пространство как будто взорвалось. В грудь ворвался воздух. Наверное, какое-то время я не дышал вообще. И я побежал. Побежал настолько быстро, что уверен, что те последние 100 метров до дома я преодолел как минимум на олимпийский рекорд. Влетев в дом, я попытался включить свет, но выключатель только сухо щелкнул. Электричества не было. Дрожа от ужаса, я забился в угол своей комнаты, ожидая своей участи. Увидев сложенной стопкой по причине ремонта иконы, я схватил икону Богородицы и, прижав ее к груди, так и просидел до утра, пока родители не проснулись. Конечно же, я не стал говорить никому об этом случае, даже родителям. Все равно бы не поверили. А утром от мамы узнал, что в том доме, рядом с которым на сканейке сидело оно, сорок дней назад от рака умерла бабушка. А в прошлом году в том же доме повесился ее внук. С того времени в полнолуние часто не могу уснуть от непонятного страха или просыпаюсь в три часа утра и промежутки между тремя и тремя пятнадцати утра от какого-то ужаса, который происходит во сне, но вспомнить сны не могу. К счастью, до сих пор меня мучает вопрос, кто или что это все-таки было? Как вы думаете, кто это? Что это? Описывается ли это какими-либо терминами, формулировками на русском или любом другом языке, земном? Или это настолько сложное понятие, для которого пока наши ученые, соединившись с духовностью, не добрались, объяснить это будет сложно. Можно пытаться, но это будет существенное искажение. И я скажу, что это живое существо. И когда человечество придумывает ему имя, объяснение его функций на придуманные вновь слова, тогда можно будет о нем рассуждать. Хотя мы можем пробовать как-то объяснить, кто оно или что оно делает, или каковы его функции. Здесь намек. Функции связаны со смертью. Это случай, основанный на реальных событиях. И если в вашей жизни происходило что-либо подобное, или вы слышали рассказ от знакомых, родных, или читали где-то, слышали от кого-то, вы можете воспроизвести, рассказать о нем в комментариях под этим видео. Возможно, если ваш случай будет интересный, впечатлительный, я зачитаю его на видео. Если вы зададите вопрос про этот случай, возможно, я отвечу на вопросы, но возможно и нет, потому что стоит ли искажать события своей интерпретации, когда в полной мере она не может быть передана вам. даже я сам еще только учусь понимать, что это и кто это, и что она может делать, потому что множество функций, которые мы наблюдаем и не понимаем, функции инопланетных аппаратов или непонятных аппаратов, существ и сущностей, нам непросто объяснить, только потому, что эти функции не присутствуют в нашем физическом мире. Функции за пределы этого мира или действия могут быть описаны только тогда, когда наша наука или наши философы начнут это делать. когда появятся словари, термины, книги, а также такие видео, как у меня, которые хоть в какой-то степени пробуют объяснить что-то. Но вот эту ситуацию я могу объяснить немного, слегка, с искажениями, но я здесь особой сложности не вижу, но мне интересно объяснение ваше почитать, ваше предположение, версии. Поэтому я не думаю, что здесь что-то трудное. Хотя, хотя, вот ещё что. Если с вами ничего подобного не случалось, то вы можете написать в комментариях, что было бы, если бы случилось, как вы бы себя почувствовали, как бы вы себя повели. втопили бы вы подальше сразу, как только поняли, что это или не поняли бы, просто испугались бы вы, или вы бы оставились и смотрели бы, что происходит дальше. Здесь вопрос спрогнозировать, ответить, спрогнозируя свои действия, даже мне нелегко. И да, даже я мог бы испугаться, тем более взрыв прям перед носом резкий. Но у человека хватило смелости дойти до этого существа, хотя он ещё не совсем понимал. Он думал, это какой-то розыгрыш. Какой-то. А и попытаться заглянуть в лицо, попытаться разглядеть глаза. Да, ситуация неожиданная, но интересная. И это видео я и в том числе зачитал для вас с вопросами. Открыть новую тему мистических ситуаций, может быть, мрачных, может быть, страшных, может быть, жутких историй, которые как минимум будут расширять ваше сознание, а как максимум порабатывать ваши страхи. Заранее. Чем больше таких ситуаций вы будете знать, что от них можно ждать, что может произойти, опасны ли они, страшны, рискованы ли они, тем легче вам будет проходить. А вы думаете, вы таких ситуаций когда сможете избежать, я могу вам сказать, это мечты. Рано или поздно душа желает познать новое. Она всегда развивается, она всегда совершенствуется, она всегда тянется к непонятному, даже если какие-то страхи ее блокируют. Но рано или поздно, быстро или медленно, или медленно она эти страхи преодолевает, проходя через такие ситуации или теоретически выслушивая побольше таких случаев, чтобы в таких ситуациях уже не реагировать мягче, спокойнее, уравновешеннее. описание таких случаев помогает проходить страхи заранее, отодвигать их подальше, расширять понимание, задаваться вопросом, что это, включать интерес к жизни, к жизни за пределами, к жизни параллельной, к жизни того, что вокруг нас, что внутри нас, что рядом с нами, чего мы не хотим видеть, от чего закрылись, от чего замусорили себя, заблокировали, что в чем себя ослепили, ведь когда-то мы как человечество или как вид, живой вид на этой планете, даже до этой планеты мы могли это видеть, мы когда-то могли это понимать или нас могли учили это понимать, но сейчас многие из нас не видят много из того, что когда-то было явно и очевидно, и через такие истории мы себе помогаем приоткрывать занавес непонятного, непознанного и вновь идти к открытию своего видения через понимание, через разблокировку своих страхов. Тем более, если у вас возник страх, слушая эту историю, то как раз вы помогли себе хотя бы на немножко продвинуться, пройти через него, дослушав её до конца. и я предлагаю снимать теперь цикл видео про страшные жуткие истории, которые для обычных людей таковыми кажутся, но для вас, может быть, уже не каждая, или всё реже, или страх всё меньше, как раз проходя вас, проводя вас через свои страхи, ведя вас вперёд к открыванию своего видения, пониманию себя и окружающего мира. Как раз страхи-то и есть часть наших блокировок, которые мы, читая, или слушая, или наблюдая подобные ситуации, растворяем в себе. Мы разблокируем так себя в течение одной жизни, двух, десяти и более жизней. Сколько страхов мы на пути у себя поставим, точнее, сколько блоков у нас будет, столько мы и будем проходить через свои страхи. Так вот, эти истории могут помогать нам в этом. Хотя бы прослушивая их теоретически и представляя внутри себя или где-то в пространстве, как это всё происходит и ставя себя на место главных героев. Итак, как вам предложение снимать параллельно с другими темами тему жутких или страшных историй? Пишите свои ответы, согласия, отказ или что-то иное. а тем более свои истории или истории, которые вы когда-то слышали, читали, наблюдали. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. субтитры